А что у вас? А у Лёвы мама повар. Мама летчик? Что ж такого? Летчик водит самолеты. Это очень хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы всякие нужны. Мамы всякие важны. Сегодня в нашей программе мы расскажем о разных профессиях. Чтобы было все по справедливости, мы предлагаем их выбирать вслепую. Для этого мы заранее подготовили конверты, вложили туда карточки с наименованием профессий и волтек. Итак, начнем. Первая профессия – оператор. Кто расскажет о ней? Предлагаю это сделать Рамилю. Тем более, что он уже сам несколько лет снимает в школьной студии «Альтернатива». Решено. Даем слово Рамилю. Мне раньше казалось, что больше всех информации в день узнают мои старшие коллеги – журналисты. Это безусловно так. Но когда я провел один рабочий день, снимая одного из операторов, я понял, что именно они, операторы, узнают в два, а то и в три раза больше информации. Сейчас я вам это докажу. Вторник, 10 утра. На часах 10 утра где-то за этот час побывал, что-то видел, что-то слышал. Я был в городской больнице, был в центре Елена, был в налоговой. Я узнал про овощность, про то, как можно заработать деньги, про то, как получить вычет 13% в новом году, с января 2016 года, как его можно получить, что срок увеличился. Вот. Ну, в принципе, вот я побывал в трех учреждениях. Вы можете поспорить, что рядом с оператором находится корреспондент, и он узнал столько же информации, и вместе с Сашей побывал также в трех местах. Но не спешите делать вывод. Смотрим дальше. Вернувшись со съемок, оператор решает попить чайку. Не тут-то было. На очереди очередное мероприятие. Мы на съемку опаздываем, тут чаи распивает. Давай поторопись, я в машине тебя жду. Начало 11-го. Действительно, на это время назначена другая съемка. Идем в один из магазинов. Там, кстати, мои коллеги, юнкоры Компаса, снимают репортаж о продавце. Снимает, как вы поняли, наш герой Александр Анфимов. Интересно, а что думает он о такой профессии, как продавец? Я думаю, что профессия продавца, она... Раньше мне казалось, что она намного легче. Я думал, им просто нужно разложить товар, и все. А сейчас я понимаю, что им нужно все это принести. Они выполняют функцию грузчиков, кассиров. Ну, это сложная работа. Кроме того, что я вместе с оператором тоже узнал много нового и интересного, я сделал еще один вывод. Оператор должен быть хорошо развит физически, ведь его оборудование, камера и штатив весят около 17 килограммов. Наверное, физическая сила – главное требование, которое предъявляют к операторам при трудоустройстве. Так ли это? Наверное, ну, сила – это... Ну, не всегда важна сила, наверное. Скорее всего, творческий взгляд на вещи, чтобы найти какой-то определенный красивый кадр, чтобы это не было всегда однотипное видео, чтобы ты каждый раз должен искать места, где красивее снять, откуда красивее снять, чтобы зрителю это нравилось. Твоя работа должна нравиться телезрителю. Оператор – человек, который всегда остается за кадром. Именно его глазами зритель видит события. А какие чувства испытывает оператор, когда сам находится под прицелом камеры своих коллег? Саш, ты смущался, когда тебя снимали во время съемки? Ну да, было такое легкое волнение. Я привык быть всегда за кадром, и как-то самому не очень удобно постоянно быть в кадре. После этой съемки я решил пообедать. Поэтому следующие три съемки я пропустил, а Александр в два часа дня поехал в больницу. Саш, слушай, держи вот кассета, мы едем в больницу. Через час нужно что-то снять в администрации города. Саша, у нас съемка в администрации. Следующая съемка в одном из ресторанов города. Спасибо. Может, хоть там чай попью. Удалось ли ему попить чай, я не спросил. А вот я уже пообедал и вернулся на съемочную площадку. Едем снимать тренировку в форпосте. Могу поспорить, у нашего героя силы и выдержки не менее, чем у воспитанников этого клуба. Съемка в форпосте закончилась в шесть вечера, а через полчаса закончится и рабочий день оператора. Можно отдохнуть и передаться воспоминаниям. И не только о сегодняшнем дне. Саша, ты помнишь свою первую съемку? Не мог бы ты рассказать про нее? Да, я помню свою первую съемку. Это была администрация, 506 кабинет. Там было очень большое совещание, было очень много людей. Мне казалось, я взял камеру, штатив, и мне казалось, все время я ходил, набирал видеоряд. Мне казалось, что все на меня смотрят. Меня это так смущало. Я не знаю, мне как-то было неудобно. Но опытные операторы меня потом поставили на место, сказали, что успокойся, ты просто выполняешь свою работу. Я ходил и набирал видео, и потом понял, что никто на меня не смотрит, и все нормально. Конечно, такими насыщенными бывают не все дни операторов телерадиокомпании «Вектор». Но я считаю, что нам повезло. Именно этот день был богат мероприятиями. Согласитесь, работа не из легких, но зато такая интересная и познавательная. Что можете сказать? Для ребят в этой профессии я вижу одни плюсы. Какие? Можно на тренировки не ходить, можно мышцы накачать, нося на съемки тяжелую камеру и штатив. А еще можно первыми узнавать, что происходит в городе. К тому же оператор – человек с красивой душой, он же художник, по-другому быть просто не может. Согласна, предлагаю снова обратиться к Волчку. Продавец. Кто о ней расскажет? Можно я, можно я. А что сразу ты? Давайте я расскажу. А почему это ты? У меня тетя директором магазина работает, поэтому у меня правдивый рассказ получится. Думаю, справедливо будет, если расскажет Рита, только потому, что она первое предложила. Хорошо, мы не против. Да, Алена? Да что уж там, пусть рассказывает. Надо хотеть быть продавцом, надо к этому стремиться. Нужно внимательным быть, надо быть опрятным, аккуратным, трудолюбивым и физически сильным, потому что это, соответственно, ты носишь товар со склада, да, в какой-то момент тебе помогает солежка, но дальше ты уже сам все это делаешь. Только лишь закончив выкладывать товар на полки, продавец Венера смогла уделить нам пару минут для записи интервью. С первых же слов мне стало понятно, что ее любимая работа не так уж и легка, как мне казалось раньше. Интересно, я одна ошибалась или вместе со мной так же думали и другие ребята? Я думаю, что работать продавцом это довольно-таки сложно, потому что у меня бабушка работает, у них там бывают ревизии, и она очень по этому поводу мучается, потому что это сложно. Вот, и это ответственная работа. Внимательность, я должен хорошо общаться с людьми, находить общий язык, чтобы не было конфликтов. Я думаю, что это такой средней сложности работы, потому что она требует внимания как к продуктам, так и к покупателям, чтобы покупатели там не забрали себе продукты, не оплатив их. Вот. И еще надо считать. Мне кажется, продавцом работать легко. Продавец должен уметь показать свой товар, чтобы его хотелось купить, и подбирать правильную цену, мне кажется, чтобы было и выгодно, и для людей, и для себя. Вот такие мнения. Итак, кто же такой продавец, и что входит в его обязанности? Ответ на этот вопрос я искала и в Википедии. Продавец – это человек или организация, которая продает товар или оказывает услуги? Продавец за соответствующее вознаграждение передает покупателю товар или услугу. Этот процесс называется, как правило, сделка. При совершении продажи иногда говорят – заключена сделка купли-продажи. Вторым участником сделки является покупатель – клиент-потребитель. Продавец преследует в сделке определенную цель – извлечь прибыль. Известно, что торговля возникла еще при племенном строе. Раньше для покупок товара деньги не использовали. Был натуральный обмен. Один вид товара обменивался на другой. Деньги как эквивалент товаров появился несколько позже. Одним из важных этапов развития торговли было появление купцов, которые путешествовали по разным городам и странам, доставляя редкие и необычные товары. Например, из Китая в Русь привозили шелк, обратно корабли уходили с пушниной. Сейчас ассортимент всевозможных товаров в разных странах очень велик. Можем ли мы представить свою жизнь без магазинов? Думаю, нет. Мне рассказывала мама, что было время, когда прилавки магазинов были практически пустыми. В то время продавцам не нужно было бороться за покупателя. Все было с точностью да наоборот. И потому мне кажется, что раньше работать продавцом было намного проще. Сейчас же прилавки магазинов пестрят изобилием товаров. И я, честно говоря, не понимаю, как можно запомнить столько информации. Наверное, у продавцов хорошая память. И обязаны ли они знать все о том, что есть на полках их магазина? Продавцам, если разобраться, оно очень сложное. Так как покупать и разный товар ты должен, ты обязан его знать весь и до конца. Потому что у многих возникают вопросы. И на все эти вопросы продавец должен ответить с милой улыбкой на лице. Ведь, кроме всего прочего, представители этой профессии просто обязаны быть коммуникабельными, стрессоустойчивыми и внимательными. И это далеко не полный перечень необходимых качеств. Стараемся себя контролировать в силу того, что я уже очень давно здесь работаю, я уже к этому привыкла. И я спокойно на это реагирую, то есть с уважением, с улыбкой, ко всем. Полюби свою работу, и она полюбит тебя, сказала нам героиня репортажа Венера Кубасова. А в том, что она действительно любит свою работу, я не сомневаюсь. Девушка всегда внимательна к покупателям. И, честно признаюсь, мне всегда приятно прийти именно в этот магазин, где тебя всегда встретят с улыбкой, помогут выбрать товар и пригласят вернуться вновь. Внимание! Профессии будущего. О них вам я расскажу, а Эвелина поможет. Согласна? С удовольствием! Итак, как и обещали, поговорим о тех профессиях, которые могут появиться на рынке труда в нашей стране. Кстати, Эвелина, а как там твой лук на балконе? Растет? Растет. Завтра салат сделаю, угощать буду. Ну-ну, попробуем. А что ты смеешься? Между прочим, есть такая профессия. Какая? Луковыращиватель? Нет, Лена, сити-фермер. Сити-фермер выращивает продукты питания, в том числе на крышах домов. Представители агентства стратегических инициатив считают, что сити-фермерство удовлетворяет запросы сразу нескольких цельвих аудиторий. Во-первых, жители мегаполиса, у которых нет возможности выезжать на дачу, но их, так сказать, тянет к земле. Также это будет по душе любителям экзотики и людям, которые за натуральную продукцию без ГМО. Лена, что ты молчишь? Ты, между прочим, будущий журналист. Ты должна знать все про свою профессию. Я, между прочим, все знаю о своей профессии и какая она будет в будущем. Удивила. Наверняка вместо телевидения вся информация будет в интернете. Не угадала. Ни для кого не секрет, что блоги отвоевывают все больше информационного пространства у традиционных СМИ. В будущем журналистика будет основана на компиляции. Непонятное слово, да? Сейчас попробую объяснить. Компиляция – это сочинительство на основе чужих исследований или произведений, без самостоятельной обработки источников. Искусственный компилятор составляет самую интересную часть информации из оригинальных текстов. Сталкивает лбами разные позиции и подстрекает к неожиданным дискуссиям. Подстрекает к неожиданным дискуссиям? Кажется, это может вызвать конфликтную ситуацию. Которую может разрешить конфликтолог. Да-да, вы не осыщились, и такие профессии бывают. Конфликт может разгореться везде – дома, на работе, в школе. Конфликт – неотъемлемая часть нашей жизни. Так и родилась новая профессия конфликтолог. Задача конфликтолога – решить возникшую проблему, спор или разногласия в любой сфере. Будь то межличностные отношения или трудовая деятельность. Считается одной из самых молодых и перспективных профессий 21 века. По научным прогнозам, потребность в конфликтологах будет значительно возрастать, охватывая все сферы экономики, политики и бизнеса. На сегодняшний день 23 вуза нашей страны готовят будущих конфликтологов. Знания в этой области будут полезны любому человеку, даже безработному. Лена, предлагаю тебе отучиться на конфликтолога и будешь жить в понимании с окружающими. Я-то определилась в будущей профессии, а вот ты будь нутриционистом. Ты что хамишь? Вообще-то нутриционист – это специалист по кулинарным коммуникациям. Суть этой профессии заключается в том, что нутриционист сможет вам смоделировать еду по вашим предпочтениям. В ресторанах, где будут работать нутриционисты, будут не готовые блюда, а некий набор ингредиентов, из которых повар по индивидуальному заказу будет готовить кулинарное послание. Честно говоря, мне кажется, что с этим также легко может справиться и хороший повар. Так что не вижу принципиальной разницы между нутриционистом и поваром. Но это так, лирическое отступление, так сказать. Так вот, считается, что благодаря блюду, приготовленному нутриционистом же, можно сообщить о своих чувствах и намерениях к своему спутнику. К примеру, твой одноклассник захочет писать у тебя домашнее задание, ну и предложит тебе блюдо в форме тетрадки, а вместо цифр и букв будут полезные фрукты и овощи. Ну, как вариант. Не, мне профессия журналист больше нравится. Все, решено. Не хочу быть нутриционистом. А я за здоровый образ жизни, поэтому мне понравилась профессия сити-фермер. А по-моему, это как-то неправильно. Что неправильно? Слишком узкая направленность у всех этих представленных профессий. Ну да, согласна. Возьмем, к примеру, нутрициониста. Состав блюда ему заказывают, а оформить он должен сам. Вот именно, а фермер прошлого знает все не только о выращиваемых культурах, но и о почве, и технике, которая помогает эти овощи выращивать. Согласна, я тоже считаю, что готовить узких специалистов – это неправильно. А еще хочется сказать о конфликтологах. А что тебе не нравится в этой профессии? Вам не кажется, что эта профессия очень похожа на психолога? Ну да, тоже не вижу различий. Разве что психологов чаще всего можно в школе встретить. У нас в школе, например, есть такой педагог. Как и учитель физкультуры. Я поняла, вы таким образом технично подошли к рассказу о следующей профессии. Профессия тренер на очереди. Есть у девушек фитнес-клубы всякие. Они ходят, прически делают, маникюры, педикюры. А для парней что такое салон красоты? Это тренажерный зал. Как оказалось, представители следующей профессии – люди сильные, но скромные. Но им все же есть чем гордиться – своими воспитанниками. Результатом своей профессиональной деятельности они считают хорошую физическую подготовку своих подопечных. Себя поддерживать в форме и, соответственно, показывать не только на словах, но и живым примером, то, что спорт – это и хорошо, и надо этим заниматься. Не важно, сколько тебе лет, каких ты габаритов, размеров. То есть это надо. Как известно, Губкинский – город спортивный. Здесь хорошо развиты многие виды спорта. А воспитанники секции и клубов выступают на соревнованиях различного уровня. Благодаря таким спортсменам, как Динара Фахреддинова, о маленьком городе на Ямале знают не только в России, но и в других странах. Динара является чемпионкой мира по скалолазанию. Другой титулованный спортсмен – Николай Чепсанов. Сегодня молодой человек тренирует губкинских ребят. Возможно, кто-то из его подопечных заводит такое же звание, как и его тренер – чемпион мира по карате. Конечно, не все ребята, которые сегодня пришли в Форпост, мечтают стать великими спортсменами. Кто-то просто хочет быть в хорошей физической форме, а кто-то готовится к профессии тренера. Уже сейчас ребята понимают, что работа им предстоит нелегкая. Как ты думаешь, трудна ли профессия тренер? Ну, мне кажется, что да, потому что сюда ходит столько людей, просто куча. И каждому расписать программу или посоветовать что-то, понять, что нужно этому человеку, который пришел заниматься. Мне кажется, это очень тяжело. Как вы думаете, легко ли быть тренером? Да, думаю, ну нет, как бы не особо. Хотели бы когда-то стать в такой профессии? Да, пополюсненько хотел бы стать тренером. Каждому нужна своя программа, нужно обеспечивать безопасность, присматривать за время. Это тяжело. Хотели бы когда-то работать тренером? Ну, думаю, да. В большом спортивном комплексе это классно. Любимое хобби стало работы, признался нам Алексей Левашов. Десятилетним мальчиком он пришел в спорт и до сих пор предан ему. Пример Алексея вдохновляет, говорят воспитанники форпоста. А тренер и его коллега признаются, что занятия спортом обязательно помогут ребятам в дальнейшей жизни. Я помогаю людям обрести себя в спорте, стать, так сказать, на ноги, стать человеком, а не быть там, не знаю, по подъездам где-то шариться, так сказать. Ну и, соответственно, это крепость духа, уверенность в себе. Все эти навыки, которые я получил здесь, в армии, хорошо помогли. Он там служил, даже спокойно, не напрягался, по-быстрому служил и обратно. Тренер – это эталон, который стремится произойти каждый спортсмен. И именно тренеры доказывают, что ничего невозможного в спортивном мире не существует. Ведь главное – это труд и сила воли, над совершенствованием которых они работают каждый день.